В прямом эфире вы смотрите новости в столице Южной Кореи. В минувшие выходные можно было попробовать казахские блюда и послушать национальную музыку. Там прошел весенний фестиваль стран Центральной Азии. Некоторых его посетителей этим летом можно будет узнать по одежде. Наш собственный корреспондент в Сеуле Владислав Цой расскажет подробнее. Фестиваль – это хорошая возможность продемонстрировать культуру стран Центральной Азии. Традиционно он проходит в самом центре Сеула. Только за один день его посетили порядка 10 тысяч жителей. И примерно у ста из них появились вот такие футболки с надписями на казахском языке. Пикник с Центральной Азией – так назвали свое мероприятие организаторы. Для пикника в небольшом ауле под открытым небом было все необходимое. Взрослые пробовали мед, баурсаки и блюда, приготовленные обществом казахской культуры. Детей учили играть в тогас хумалах и асахату, а также показывали им казахские книги. Наша цель – чтобы через культуру южнокорейцы немного больше узнали о странах Центральной Азии. И для этого есть все условия. После пандемии наблюдается улучшение отношений во всех сферах, особенно в туристической. Если раньше были рейсы только из Южной Кореи в Казахстан и Узбекистан, то в июне будет прямое авиасообщение между Сеулом и Бишкеком. Мы надеемся и на возобновление маршрута Сеул-Астана. Девушек заинтересовали казахские национальные украшения. Современную национальную одежду представила дизайнер Айдана Омарова. Костюмы девушка шьет из натуральных материалов – хлопка, льна и шелка. В нашей коллекции одежда с казахскими узорами, предназначенная для повседневной жизни. К ней мы добавили наши тюбетейки и саокеле. Одежда удобная и красиво смотрится с блузками. На пикнике была и духовная пища. На сцене играли казахстанские студенты, выступали профессиональные артисты, проживающие в Южной Корее. Казахские песни, переведенные на корейский язык, исполнил Сон Вон Соп. Мне подарили дамбру, сейчас я учусь играть на ней. После поездки в Казахстан я решил записать казахскую народную песню под аккомпанемент дамбры. 2023 – это год культурного обмена между Казахстаном и Кореей. Поэтому практически каждую неделю в разных корейских городах звучит казахская музыка. На следующие выходные запланирован фестиваль в Пусане.